здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня мы с вами поговорим более предметно о том как полимеры принято получать и сегодняшний урок посвятим реакции полимеризации реакция полимеризации если ее изобразить например для одного из самых производимых сейчас полимеров для этилена получается выглядит следующим образом энное количество молекул этилена этилен в этом случае выпуск выполняют функцию мономера мономер в этом случае происходит разрыв двойных связей образуется полимер который выглядит следующим образом тогда его название дали поле этилен и это полимер вот схематически показано как раз уравнение реакции полимеризации обратим внимание на тот факт чтобы такая реакция была возможна в полимере должен быть непременно обязательным элементом наличие кратной связи двойной или тройной связи или например двух двойных и так далее то есть чтобы такая реакция была возможна должны быть кратные связи двойные тройные связи очень часто полимеры соединяют между собой не обязательно только из одного мономера это могут быть полимеры полученные такой реакции где могут участвовать допустим два мономера и тогда получается сополимер но суть от этого не меняется все равно этот процесс будет называться полимеризации первоначально давайте мы разберемся с тем какой механизм у этой химической реакции механизм реакции оказывается такая реакция может протекать с учетом либо ионного механизма катионного и анионного либо а свободно радикального и так рассмотрим начале и онный механизм и онный механизм это механизм который внутри себя подразделяется на анионный это означает что на конце молекулы в этом случае мономера образуется участок заряжены отрицательно и в этом случае происходит наращивание цепи именно за счет вот этого анионного конца который обычно это эти процессы протекают в присутствии катализатора и в этом случае катализаторами могут быть например или инициаторами этой реакции могут быть амиды например например может быть такой очень популярный в настоящее время катализатор именно этого процесса это катализатор циглера и нато которые используются в этой связи они онный выглядит следующим образом представим себе что у нас есть вот такой мономер в котором есть допустим разветвление которое мы обозначим буковкой у и так в этом случае инициатором реакции являются соединения как правило содержащие какой-то радикал и металлы это очень часто натрий алюминий титан бывает и так в этом участке есть и он минус условный составе в составе этой частицы и натрий зарядом плюс вот эта частица р о начинает процесс она переходит сюда и в результате образуется р о дальше идет ch2 ch здесь и вот эта частица приобретает заряд минус и сюда же затем подходит на 3 зарядом плюс вот он на конце образовался они он затем под действием следующей молекулы мономера происходит наращивание цепи и процесс идет далее игрек сюда происходит наращивание цепи здесь опять-таки формируется заряд минус они он и сюда же подходит потом на 3 в этом случае происходит рост растущая получается цепь этого полимера я а и он ему он называется они он и в этом случае потому что участвовать частицы которые сами являются ионами существует также катионный механизм в этом случае инициаторами этой реакции являются кислоты как правило и катион водорода или например кислоты льюиса а приведем пример допустим если у нас взят к примеру пропилен мономером является пропилен и тогда за счет инициатора h плюс катиона водорода происходит присоединение водорода и в этом случае связь разрывается а здесь формируется заряд плюс и следующая молекула она уже присоединяется вот этой растущей цепи и цель продолжает свой рост разрывается связь и вот здесь все также образуется катион и дальше опять таки происходит образование растущей цепи полимера но механизмы которые мы разобрали в этом случае являются оба ионными механизмами но гораздо чаще реакции полимеризации происходит с участием свободных радикалов свободно радикальный механизм такой механизм более распространен в реакции полимеризации такие реакции вследствие этого называются цепные реакции происходят они как правило под действием перекисных соединений и если мы запишем схематическом порядке то это будет будет выглядеть так допустим у нас взят хлор винил который является мономером в этой реакции в этой связи инициатором реакции обычно является соединение перекисного типа например это будет допустим остаток перекисного соединения который сам по себе является радикалом радикалы это частицы существующий очень маленький момент времени а время их жизни меньше секунды и они начинают активно участвовать в этом процессе в результате происходит присоединение радикала к одному из концов этого получается мономера связи разрываются и в этой связи здесь образуется опять-таки радикал дальше под действием следующей молекулы происходит развитие цепи и дальше цепь растет уже а под действием следующих компонентов дальше происходит сюда прирост и все также образуется радикал но на самом деле механизм этой реакции состоит из трех частей и так уточним давайте первое происходит инициирование то есть зарождение цепи в этой связи образуются радикалы образование радикалов еще раз повторюсь в этой связи может быть перекисное соединение такими радикалами допустим если мы изобразим их вот таким образом происходит гомолитический разрыв и образуется радикал но в данном случае два радикала в этом в этой реакции затем происходит развитие цепи и тогда этот радикал начинает присоединяться к нашему мономеру давайте обозначим мономер допустим буковкой м плюс радикал и происходит образование м1 давайте обозначим дальше потом м1 р радикал взаимодействует следующим мономером образуется м2 и так далее и так происходит до тех пор пока цепь наращивается наращивается и затем происходит обрыв цепи обрыв цепи может происходить таким образом когда встречаются радикалы между собой и в этом случае происходит оканчивание цепи так как радикалов больше не становится ну например может встретиться м n допустим радикал 1 звено следующее например м радикал 2 и между собой они соединяются и получается м и н радикалы части этого мономера соединяются между собой ну и соответственно в этом случае радикал тоже перестает существовать так как он в этом случае соединяется между собой но вот этот оставшийся радикал он дальше может перейти на следующую молекулу мономера и процесс повторяется дальше таким образом вот этот механизм радикальный повторюсь еще раз механизм является наиболее предпочтительным для реакции полимеризации поэтому свободно радикальный механизм является преимущественным сравнение с ионным и катионными механизмами вот так происходит процессы полимеризации еще раз подчеркну что в полимеризации должны участвовать мономерами молекул у которых есть кратные связи двойные или тройные наиболее знакомый вам в этой связи полимер полиэтилен который мы широко используем но должна вам сказать что когда происходит полимеризация особенно по цепному механизму то чисто для полиэтилена это может сыграть смотрите какую роль во первых он бывает полиэтиленом низкого давления и это отражается в аббревиатуре такого полимера такой полимер неустойчив он довольно легко растягивается так как имеет более аморфное строение а вот например если по тип это же полиэтилен получает при высоком давлении то такой полимер обладает большей устойчивости он устойчив менее растягивается и такие предметы которые изготовлены из полиэтилена высокого давления они как правило более плотные и если например это упаковочный материал из такого полиэтилена то он выдерживает высокие механические нагрузки а вот полиэтилен низкого давления из которого делают иногда у нас ну файлы те же самые которые довольно легко можно разорвать то конечно такой полиэтилен он обладает худшими свойствами еще раз это связано с тем что в процессе вот полимеризации вы можете управлять этим процессом через катализаторы через инициаторы этих реакций которые этот полимер могут улучшить его качество как это делают например с помощью давления для полиэтилена либо при создании допустим каких-то использования специальных катализаторов или наполнителей которые такой полимер сделают более прочным поэтому на самом деле этим можно управлять хотя это нелегкое дело особенно вот радикальный механизм он очень сильно зависит от условий этого процесса и поэтому на самом деле не всегда легко управлять такими химическими реакциями полимеризации и так надеюсь вам понятно было из моего объяснения как это происходит а на следующем уроке мы с вами поговорим о том какие важнейшие полимеры получают именно реакции полимеризации надеюсь вам будет это тоже и полезно и интересное мы разберемся в химии полимеров более глубоко жду вас на следующем уроке до свидания ребят и и и и и и и и